МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа День города и Марина Романюк. Смотрите в выпуске. Бесстрашная Маруся. Историю героического подвига советской медсестры рассказали в ходе реконструкции в Академии в Синроссии. Живите и радуйтесь! Глава муниципального образования Татьяна Панфилова поздравила ветерана Великой Отечественной. Рязань цветущая. Дирекция благоустройства к 9 мая обустроила тысячу клубов. В этом году дирекция благоустройства высадит более 400 тысяч цветов. Первыми на городских клумбах появились бархатцы, герань, бегония и фистука. Спешили украсить город к празднику победы. Герман Гущин посмотрел, что получилось. В этом году дирекция благоустройства высадит на городские клумбы, более 400 тысяч цветов. Первыми высадили бархатцы, герань, бегонию и фистуку. Работы по высадке цветов продолжатся. В сквере имени Маргелова появятся бархатцы. На площади победы будет высажена пятиконечная звезда из красной герани и бархатцы, которые создадут композицию ленты со звездой. Все цветы выращены в собственном питомнике дирекции благоустройства в Рыбновском районе. Впрочем, одной лишь высадкой растений работа специалистов ДБГ не ограничится. За цветами будут ухаживать практически ежедневно. Поливать, удобрять и пропалывать. Цветы все однолетние. Из многолетних будут высажены розы в качестве подсадки на место пропавших возле дворца торжеств. Цветы на клумбы высаживаются те, которые росли в теплицах дирекции благоустройства города. То есть это уже готовая рассада. Всего в городе будет высажено около 400 тысяч цветов. Работы по высадке цветов продолжатся после майских праздников. Облагородили и Сережину гору. На клумбе у памятника воинам, погибшим Великой Отечественной, высадили бархатцы. Эти же цветы украсят и районы. Они расцветут у памятников участникам войны. В поселках Борки, Никуличи, Недостоева и Керамзавод. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Историю о бесстрашной Маруси, простой медсестре, героически бившейся с немцами в полевом бою, рассказали в Академии ФСИН в пятницу. Реконструкция к Дню Победы – добрая традиция, которую заложили в Академии 8 лет назад. За эти годы зрители увидели подвиг Матросова 27 панфиловцев обороны Брестской крепости. Каждый раз представление особенно проникновенно. Академия ФСИН России бережно хранит традицию празднования Дня Победы. Каждый год здесь на плацу проходят концерты, реконструкции и выставки. Важно это не только для курсантов, которые понимают свою ответственность перед тем поколением, благодаря которому сегодня наша страна независима. Этот святой и светлый праздник для всего нашего народа, он носит такое весомое значение в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Наше творческое поздравление, которое прозвучало от курсантов, от детей города Рязани, ну это просто был потрясающий подарок для наших ветеранов. Мы прожили часть той великой войны, которую прожили и прошли наши прадеды, наши предки и позволили нам сейчас наслаждаться этим голубым небом. В этом году реконструкция тематически выверенная. Это не выдуманная, а вполне реальная история санитарного инструктора 514-го стрелкового полка Марии Байды, которая в 1942 году в схватке с врагом из автомата уничтожила 15 солдат и офицера. Четырех солдат убила прикладом, отбила у немцев командира и восьмерых бойцов, захватила пулемет и автоматы противника. За отвагу ей присвоили звание Героя Советского Союза. И это на первый взгляд фантастическая история о мужестве молодой девушки и о том, что великая победа – вклад каждого от генерала до рядовой медсестры. Готовились мы тут на плацу, также на асфальте, падали, старались падать, чтобы это было реалистично, несмотря на наши травмы, там, синяки какие-либо, но все получилось, там, мазались, вот у меня даже все пальцы, все прям в шрамах уже, в болячках. Когда вот начались выстрелы, когда тебя глушат, прямо ты лежишь и кричишь, и кричишь уже не потому, что так нужно кричать, а потому, что это реально страшно. Марию Байду я хотела показать такую мужественную, отважную, бесстрашную, которая, несмотря ни на что, несмотря на то, что она девушка, она пошла и прикладом убила немцев, хотелось показать то, что она реально герой. Порой казалось, что курсанты не играют, а живут тем временем. У каждого наверняка в семье берегут военные истории дедов и прадедов, так что надо соответствовать. Мы сегодня участвовали в реконструкции, принимали участие в таком флешмобе, грубо говоря, когда соединяются прошлое, то есть курсанты в зеленой форме, и будущее курсанты в синей форме. И мы это показали тем, что мы встали в один строй, и то, что всегда будем защищать наше отечество. Это больше гордость и честь за нашу родину, можно сказать, отдать дань нашим ветеранам, нашим победам, нашей стране. Сценарий «Мизан-сцены» написала сотрудник Академии Регина Рябкина. Воплощением постановки занялась кафедра мобилизационной и тактика специальной подготовки при поддержке Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Гранит». Огонь условный, но метко бьет по воспоминаниям тех, для кого война больше, чем глава в учебнике истории. Для всех, я считаю, людей бывшего Советского Союза и России, это основной светлый праздник – День Победы. Благодаря ему мы живем, работаем, растим детей, внуков и помним тех, кто нам дал свободу и независимость. После реконструкции военные снаряды уступили место спортивным. Курсанты приняли участие в традиционном соревновании «Силовой экстрим». Организатором дружеского турнира выступил профессорско-преподавательский состав кафедры физической подготовки и спорта. На этом праздничный марафон в Академии не закончился. 9 мая курсанты примут участие в параде и смотре строя и песни. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В канун праздника Великой Победы ветераны войны Москвитину Пелагею Михайловну поздравила глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова. Встреча получилась душевной. «Катюша», «День Победы» и многие другие песни, знакомые с детства, звучали сегодня только для одного важного зрителя. На импровизированной сцене во дворе, где живет ветеран Великой Отечественной войны, Пелагея Москвитина развернулся настоящий концерт. «С большим волнением сейчас вас поздравляю и поздравляю весь дом, который должен гордиться, что у них проживает ветеран Великой Отечественной войны. Дорогая Пелагея Михайловна, хочется пожелать вам здоровья в первую очередь. Живите и радуйте своих близких, всех людей, что вы свидетель нашей Великой Победы, которую весь наш народ празднует». Татьяна Панфилова вручила ветерану цветы, подарки и памятное письмо. К сожалению, с каждым годом участников и свидетелей той страшной войны все меньше и меньше. Пелагея Михайловна в 64-м переехала в Рязань вслед за мужем. Здесь и осталась. После войны я попала на Камчатку. Три с половиной года прожила. Ну, с мужем служил. Это, муж служил, военный был. После Камчатки мы попали в Таллин. Тогда эти дивизии оформлялись в Прибалтике. Литва, Латвия, Эстония. Я все там объездила. Глава Гордумы передала Пелагея Михайловне подарки от Городской Думы и от партии «Единая Россия». Но на этом поздравления не закончились. К Пелагею Михайловне пришли ученики 20-й школы, которые тоже подарили цветы и свой творческий подарок. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Вся предпраздничная неделя прошла под знаменем Победы. В разных организациях и учреждениях проходят посвященные 9 мая мероприятия и акции. В среду во второй раз состоялась эстафета Победы. В прошлом году она стартовала в бассейне «Аквамед». В этот раз горизонты расширились и проплыть можно было в бассейнах «Радиоволна» и «Классика». Впервые плавательная эстафета, посвященная Дню Великой Победы, прошла в прошлом году в бассейне «Аквамед». В этот раз география проведения расширилась, как и количество участников. Задействовали все три вузовских бассейна в нашем городе. Плывут ребята. Я надеюсь, на следующий год мы, может быть, еще дальше пойдем и задействуем фоки в районах области. Может быть, поплывут и дети, школьники. И вот таким плавательным марафоном мы еще раз напомним ребятам, потому что действительно наше поколение много видело и знало. А этим ребятам нужно рассказывать. И больше и символов, и знаков. И я уверен, это очень полезно и нужно. Поэтому будем работать, будем помнить. Заявленная ректором Медуниверситета цель с помощью таких мероприятий точно достижима. Даже самые юные участники с гордостью говорят о важнейшем для нашего народа празднике. Мне захотелось, чтобы смотрели на меня и просто проплыть хотелось. А вы знаете про такой праздник, День Победы? Конечно. Он будет 9 мая. А чего он посвящен, этот праздник? Знаете? Ну, к тому, что наши победили. Была Великая Отечественная война и наши победили. Для маленькой спортсменки Аня эта эстафета стала первым взрослым стартом. Но вполне осознанным. Кроме того, что все участники популяризируют такой прекрасный эстетический вид спорта, как плавание. Которое дает, в принципе, занятие плаванием, дает основу для развития организма для любого вида спорта. Ну и, конечно же, в канун такой великой праздничной даты, участие в данном марафоне, эстафете победы, это вклад, вклад, дань памяти героев, наших предков, дедушек, бабушек, которые защищали нашу родину и дали нам возможность вот так жить, заниматься спортом. Впрочем, масштабные заплывы – это сегодня не столько про спорт, сколько про сохранение памяти, чтобы чтили. Это важная часть нашей истории, нашей страны, и мы не могли пропустить это мероприятие. Это победа наших предков все-таки, они часть этой истории, если бы ее не было, то мы не знаем, что бы сейчас было с нами. Мы должны помнить наших победителей, что это действительно был великий день, день победы. Мы должны помнить наших дедов, прадедов, всех, кто погиб на этой войне, всех, кто остался жив. Тех, кто застал страшные события сороковых, с каждым годом все меньше. Но бережно хранить память о подвиге великого народа, передавая из поколения в поколение весть о победе, наша прямая обязанность. Я внук участника Великой Отечественной войны, а сегодня здесь участвуют дети, которые являются правнуками великих людей Великой Победы. Всегда я говорил, как военный человек и буду говорить, пока жива память, они живы для нас, наши герои, благодаря кому мы сегодня живем, обучаемся. И я уверен, что вот это нас объединяет, это дает нам возможность двигаться дальше, и этим сильна наша Россия. В аквамеде эстафету победы проплыли чуть больше ста человек, примерно столько же в бассейнах классика и радиоволна. Профессионалы, любители, преподаватели и студенты всех объединило в этом порыве одно – память о Великой Победе, гордость за народ победитель. Еще одно мероприятие, посвященное 77-й годовщине Победы, состоялось в четверг у памятника Александру Александрову. Рязань поддержала всероссийскую эстафету «Сад памяти». В парке имени композитора, политики, волонтеры, общественники и кадеты высадили 17 саженцев краснолистного клёна. Теперь эту инициативу должны поддержать в Твери. У памятника Александру Александрову небывалое оживление. Представители власти, общественники, ветераны, юно-армейцы, авторские песни советских лет звучат словно из репродуктора, но самое главное произведение выдающегося композитора – гимн страны – все поют вживую, вместе с губернатором. Ваше Отечество, наше свободное. Акция «Сад памяти» – дело всей страны. Памяти погибших в Великой Отечественной во всех регионах России высаживают молодые деревья. Задача с приставкой «Мега». Прямо сейчас во всей стране создаются новые сады, аллеи, парки и скверы в память о погибших в той войне. Самый жестокий за всю историю и разрушительный во всех смыслах. Она унесла более 27 миллионов жизней. Столько молодых деревьев появится в этом году на улицах городов и поселков России. Каждое дерево – символ благодарности воинов, защитившим нас от фашизма. Вместе с губернатором слова памяти и благодарности произносит ветеран Анатолий Пантюшкин. Он призывает любить Рязанскую землю, ею гордиться. Я рад, что живу на Рязанской земле. Нет дороже ее, поверьте. Самое другое, что дана нам Родина – это Рязанская земля. Я рад, честь и слава Рязанской земле, честь и слава вам, каждому. Будьте здоровы. К посадке дерева губернатор подошел со всей щепетильностью. Первый в ряду клен краснолистный и аккуратно прикопал, и притоптал, еще и обильно полил водой. Еще 16 таких саженцев встали в строй чуть поодаль. Это действительно настоящая память, память на долгие годы. Потому что деревья живут долго, долго растут, и люди, смотря на них, будут вспоминать, зачем здесь посадили эту аллею, зачем посадили сад, и кто за этим стоял. Поэтому каждого, наверное, человека, который увидит эти деревья, ну, во-первых, ему будет приятно, потому что будут более зелеными наши города, наши села, поселки, будет чище воздух. Во-вторых, конечно, будет важно, что люди узнают, почему и когда это посадили. Через 20, через 30 лет они все равно будут помнить. Эстафету регионы передают друг другу по очереди. В этот день Рязани ее передал Саратов, а сама же Рязань свой священный посыл отправила в Тверь. Внутренняя региональная эстафета посадки деревьев идет параллельно. С 30 апреля по 4 мая в Рязанской области прошли всероссийские соревнования и первенство России по радиоспорту. Больше 300 спортсменов из 20 регионов страны прибыли в Солочу, чтобы посостязаться в четырех дисциплинах. Заключительной стала так называемая охота на лис. На старте спортсмены из разных регионов. Возраст от 10 до 70 с лишним. Однако задача одна на всех. Сегодня в Солочинских лесах так называемая охота на лис. Спортсменам предстоит выйти в точку, которая нарисована на карте. Их там несколько точек. И в этой точке они должны услышать небольшой слабенький микромаячок, обнаружить его и как можно быстрее обнаружить все точки, которые им заданы для конкретной категории. И вернуться на финиш. Всего в лесу 10 таких маячков. Они же лисы. Но для каждой возрастной группы их количество разное, говорит Светлана Годунова. Мастер спорта международного класса. Сегодня она на соревнованиях вместе с 30 своими воспитанниками из Владимирской области. Детям, например, нужно найти всего три. Самой Светлане целых семь. Готовились мы в этом году очень сложно. Зима была долгая. Сугробы у нас растаяли две недели назад. И мы бегали у себя только по снегу. Здесь практически второй выходной весны. Мы бежим по земле, наконец, солнышком, по сухому лесу. Так как нам хочется. За минуту до старта спортсменам дают карту со всеми отмеченными точками. По ней радиоищейкам и предстоит найти все свои точки. На каждой установлен маячок. А у поисковиков считывающее устройство. Задача – зачекиниться на всех локациях и прибежать на финиш. Там уже с маячка считывают информацию обо всех пройденных точках и общее время. Результат попадает в финишную таблицу. Сергей Соборин – не профессиональный спортсмен, а любитель. Хотя и приезжает в Рязани столицу уже 30 лет. Зато любитель показал хороший результат. Лучший в своей группе. Пока что. Здесь очень тяжелая почва для меня – это песок. Здесь везде песок, но лес в основном хороший. И местами тяжело, местами бежится отлично. Так что хороший лес, чистый, всегда собственная, красивая. Получаешь удовольствие. За четыре дня спортсмены выполнили несколько дисциплин. Однако радиоориентирование считается самым сложным. Это комбинация между классической радиопеленгацией и спортивным ориентированием. Победителей этого нелегкого соревнования ждут призы и спортивные разряды. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Многолетняя эпопея вокруг главной здравницы региона санатория «Сосновый Бор» похоже завершена. На скамью подсудимых отправился человек, который рассчитывал не ремонтировать, а распродавать. Ведь здесь совсем еще недавно снимали кино. Как считает Валерий Седов, безжизненно эту коробку назвать все же не стоит. За моей спиной печально известный санаторий «Сосновый Бор». В 2017 году здесь отключили газ и воду за неуплату. Следственный комитет арестовал все имущества, но даже в этом темном царстве забряжил лучик света. Здание пообещали отремонтировать. Однако и здесь не обошлось без плохих новостей. Обещали, что эти стены получат вторую жизнь. Примерно так и получилось. Вон там, видите, кипит работа на крыше одного из зданий. Могло бы появиться и оборудование для котельной, но здесь уже не срослось. И вот что помешало. Осенью 2020 руководитель фирмы, которая и занималась техническим перевооружением котельной, по версии следствия, передал, как это звучит в материалах дела, незаконное вознаграждение президенту Рязанского областного фонда социальной поддержки населения. В открытых источниках называется имя Сергея Антонова. Сумма взятки приличная – 3,4 миллиона рублей. Вознаграждение было как за сам договор, так и за беспроблемную приемку работ. Видимо, чувствуя безнаказанность, руководитель решил и вовсе, что называется, пойти в разнос. Начал готовить санаторий к продаже недвижимого имущества. Примерно на полмиллиарда. По самым скромным подсчетам. В ходе приготовления к преступлению обвиняемый приискал средства его совершения – фирму, которая оформила на подставное, полностью подконтрольное ему лицо. После этого, умело манипулируя членами совета фонда, убедил их принять ряд решений, в результате которых уменьшил размер уставного капитала общества санаторий «Сосновый Бор» с 87,7 миллионов рублей до 10 тысяч рублей. И продал 100% доли в уставном капитале общества, вышеуказанной, полностью подконтрольной ему фирме. Как считают следователи, имущественный комплекс санатория фигурант рассчитывал распродать на корню. Схему раскрыли сотрудники регионального управления экономической безопасности совместно с ФСБ. Весной 2021-го Сергей и Антонова заключили под стражу. Следственные действия по уголовному делу завершены. На основании собранных следствием доказательств, экс-президенту Рязанского областного фонда социальной поддержки населения предъявлено обвинение в окончательной редакции, в коммерческом подкупе в особо крупном размере и приготовление к растрате совершенным лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. В настоящее время выполняется ознакомление обвиняемого его защитника с материалами уголовного дела. За совершение коммерческого подкупа обвиняемому грозит до 12 лет. За растрату с использованием своего служебного положения еще 10. Обе статьи с припиской в крупном размере. Но на ремонт самого санатория это повлиять не должно. Сосновый Бор возобновит работу в сентябре в новом качестве. Глава региона это твердо пообещал. В ходе отчета перед депутатами областной думы Николай Любимов заявил, что комплекс будет многопрофильным социально-реабилитационным центром. Теперь там будут не просто поправлять здоровье, а проходить реабилитацию как взрослые, так и дети. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Храм – это место, куда человек может прийти, чтобы поговорить с Богом. Храмы хорошо, говорят православные, когда такие храмы появляются в местах, где раньше их не было. Или заменяют деревянные на новые, более вместительные. Так в московском микрорайоне появился новый храм. Подробности далее. В Рязани освящен еще один православный храм в честь Сретения Господня. Расположен он на площади новаторов. Освящение, говорят священнослужители, важная веха для прихода, для множества людей. Радость так переполняет душу. Хочется просто ликовать. Потому что, знаете, когда я шла сюда, немножечко такая, ну как-то осторожно, что ли. Будет ли так, как в том стареньком храме, который всех принимал, в которых мы уже знаем всех и каждого, вроде бы все те же пришли. Но стены-то другие. Но в то же время, вот сейчас я почувствовала, что вот все так же молилось, так же хорошо, что значит освящение храма. Этот приход начали строить больше 15 лет назад. Сначала на площади появилась деревянная церковь, временная. В ее стенах ютились прихожане. Московский район разрастался, и в храме становилось все теснее. Параллельно возводили капитальное здание. Тоже небольшое. Но все изменилось, когда с проектом ознакомился митрополит Марк. Проект был переработан с учетом нужд верующих. 5 мая Верховный митрополит возглавил чин великого освящения Нижнего Сретенского предела. Сегодня первый этап освящения этого храма, освящения Нижнего престола в честь Сретения Господня. Впереди еще нас ждет, даст Бог, освящение Покровского предела, главного, самого большого, самого вместительного. Но радостно, что это место стало местом встречи с Богом. И символично посвящение этого предела празднику Сретения. Здание станет многофункциональным. Здесь будет располагаться воскресная школа, молодежное общество и школа семьи. Этот храм также станет местом просветительских встреч. А потом, знаете, этот храм станет таким даже духовным и культурным центром нашего Максовского микрорайона. Потому что здесь же будет не только богослужение, но и различные роды конференции, и воскресная школа, которая сейчас уже действует. Но которая пока ютится. Вот мы снимаем помещение в Александровском торговом центре. А теперь все будет здесь. Все с Божьей помощью устроится. Преобразилась и сама площадь. Сам проект построили в нео-византийском стиле. Вокруг него новые фонари и аллея с туями. Каждый раз, едя с Народного бульвара, с улицы Крупской, с трех точек, храм теперь царствует. Такой царь-храм. Ну и хотим назвать, учитывая вот такую замечательную теперь зеленую часть этой площади новаторов, вот этой именно части, обсаженной елочкой, присвоить ими Сретенский сквер. Будет очень здорово даже. Митрополит Марк поздравил верующих с важным событием в жизни прихода. В завершении владыка вручил награды митрополия и архиерейские грамоты. Ремонт все еще не окончен. Впереди освящение верхнего предела в честь покрова Пресвятой Богородицы. На этом у меня все. 9 мая наша команда готовит спецвыпуск, посвященный Дню Победы. В 7 часов вечера мы расскажем истории участников войны, узнаем, чем занимаются поисковые отряды, посетим несколько обелисков и расскажем о том, как прошел праздничный парад в честь 77-й годовщины Победы. Я же прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова